Антарктида является белым регионом нашей планеты с большим количеством льда и слишком суровым для людей климатом. Тем не менее, эта белая заснеженная масса, судя по теориям, скрывает самые мрачные загадки в мире. На первый взгляд, может показаться, что в Антарктиде нет никаких особенностей, кроме как то, что это самое холодное место. Но Антарктида – одно из самых таинственных мест в мире. В Антарктиде ходит много страшных легенд, в том числе и про призраков. Считается, что духи исследователей, ученых и туристов бродят по ледяным пустошам и заброшенным зданиям, в которых они когда-то жили. Привет, меня зовут Айзек. Я один из пилотов пассажирского самолета, который разбился 28 ноября 1979 года. Сзади меня наш новозеландский самолет. Мы летели с туристами любоваться с воздуха первозданными красотами Антарктиды и врезались в склон потухшего вулкана Эребус из-за плохой видимости. На борту самолета было 257 человек. 250 из них погибли мгновенно. Семь из нас. Я, пилот и шесть пассажиров в течение дня погибли мучительной и загадочной смертью. Почему я перед вами, если я умер много лет назад? Послушайте меня. У меня мало времени. Я восстал из мертвых, вам рассказать о случившемся. В эту историю многие не поверят. Но вы попытайтесь. На сегодняшний день мы попали в самую масштабную воздушную трагедию в истории освоения Антарктики. Некоторые найденные тела наших туристов хранились на станции Мак-Мёрда. Американская база на острове Росса и многие посетители полагают, что наши призраки жертв катастрофы все еще там. Люди утверждают, что слышат наши голоса, видят необъяснимые следы на снегу. Но вернемся к тому, что же с нами, выжившими после крушения самолета, случилось. Слышали ли вы когда-то о креонах? На Земле можно найти монстров, которые приспособились к суровым температурам Антарктиды, и такие животные чувствуют себя среди лютых морозов весьма неплохо, поскольку имеют совершенно иную небиологическую природу происхождение. Этих жутких тварей Антарктиды мы окрестили чудовищами Айзека, поскольку именно я, на самом холодном материке нашей планеты, впервые столкнулся с ними в первый же день после крушения самолета. Люди их еще называют креоны. Я и шесть выживших туристов пытались найти хоть какое-то место, где бы мы могли согреться. Мы отправились в сторону юга. Наша группа тут же потеряла одного человека, который постоянно отставал от нас. Мы начали его искать и обнаружили огромную трещину, в которую он провалился. В глубине видна была его фигура. Я решил спуститься за ним, вдруг он жив. По мере того, как я продолжал спускаться в ледяную трещину, становилось все холоднее. На глубине порядка 140 метров я достиг ледяного карниза, на который упал человек. Но пока я спускался, тело куда-то пропало. Только следы от него. Кто или что могло утащить труп человека в этом месте? Температура здесь была около минус 70 градусов по Цельсию. Свет сюда проникал довольно плохо. Осмотрев карниз более внимательно, я обнаружил не только замерзшую кровь и меховую перчатку погибшего, но также странные следы, очень похожие на крысиные, однако настолько огромные, что такая крыса должна быть размером с волка. Посветив фонарем вниз, я на мгновение уловил два светящихся глаза монстра. В его пасте я заметил тело упавшего туриста. Монстр метнулся в сторону от луча фонаря и скрылся из глаз. Больше я никого не видел. Я старался что-то усмотреть еще. Спускаться ниже у меня просто не было нужного снаряжения. Выбравшись наружу, поднялся сильный ветер, что делало любую вылазку смертельно опасной. Тем не менее, мы были в ужасе, но продолжили путь. Нас осталось шестеро. Прошло 30 минут, как мы продолжили двигаться дальше. Мы потеряли еще двоих. Я и еще трое. Мы затаились от сильного ветра в ледяной пещере. Когда погода немного успокоилась, мы обнаружили мертвые тела пропавших в двух километрах от нас. Странным оказалось многое. Как они сюда попали и то, что от них осталось. Это была одежда и плоть людей, без единой косточки. Я сразу же вспомнил ту встречу с монстром в ледяной трещине пару часов назад. Я думаю, что эти двое ребят увидели что-то такое, что заставило их отдалиться от нас. А потом непогода просто перегородила им путь, а когда люди замерзли, монстр Антарктиды сделал свое дело. Ему нужны были только кости. Многим тогда это показалось слишком фантастичным. Я убедил оставшихся выживших в том, что я видел. Нас преследует одна тварь или несколько. Мы разбежались в разные стороны. Страх был настолько сильный, что мы не обращали внимания на холод и снег. На всех нас в одно мгновение напали эти монстры. Разорвали нас на части, да так, что они отделили наши кости от плоти. Все, кто был в самолете в тот роковой день, просто испарились. Остался только я, дабы рассказать вам эту историю. Получается, что в глубинах Антарктиды живут полярные креоны. Это существа аммиачно-углекислого типа, для которых оптимальная температура является минус 70 градусов и ниже. Вот почему они сконцентрированы вокруг Южного полюса, где самые низкие температуры. А когда наступает солнечное, более теплое время, то скорее всего просто впадают в спячку, прячутся глубоко подо льдами. Лучшее время для них – полярная ночь, тепло для них губительно. Это я уже пришел к выводу, продолжая жить здесь как призрак среди них. Никто не спасется от них. Если креоны хоть раз вас увидят, просто смиритесь с тем, что вас сожрут. Не приезжайте сюда, в холодные части Антарктиды. С вами был пилот разбившегося пассажирского самолета в Антарктиде. Пока!